Раз, обрабатываем твою ручку. Держи, вот так обрабатываем. Хорошо, мамы тоже обрабатываем. Одну и вторую. Раз. Как ребенок чувствовал вчера себя? Отлично. Ночью, как спал? Как лично? Давай, солнце, померим температуру нам, да? 36 и 5. Вот так теперь встречают всех малышей в детских садах Одессы. Руки продезинфицировали, температуру измерили, а здоровье спросили. После несем бумажку с показаниями воспитателю. Последняя часть своеобразного квеста – это ноу-хау 48-го сада. Здесь говорят, что для детей карантин превратили в игру. Малышам так намного проще выполнять требования взрослых. Увы, на полную саду пока не работают. Мы можем принять детей только тех родителей, у которых есть справка. И тех родителей, которые нет, куда оставить детей дома, если родители работают в связи с карантином. Батьки эти задавали очень много вопросов, почему я не могу привезти детей, если у меня нет справки. Мы очень четко объяснили этим родителям, что на данный момент мы можем принять детей только 10 детей. Если ребенку не здоровится или его температура будет выше 37 градусов, его не возьмут. Сейчас сад загружен на 20%, из 100 детей ходит ровно 20. Если эта цифра увеличится, добавят и количество работающих групп. Пока их только две. Те же родители, кто смог выполнить все требования, рады, что теперь забот станет меньше. Ведь сидеть с ребенком на карантине им было сложно. Очень сложно. Просто, считайте, ребенок сидит в замкнутом. Мы же в квартире живем, выйти некуда. Даже если чуть-чуть вечером выходили, то там не трогай, то не трогай. Мы работаем с мужем, заняты. Рядом никого нет, ни с кем оставить. Ну, сложно. Работаю и я, и работает муж. Бабушка у нас болеет часто. Поэтому очень сложно. Я работаю на дому дистанционно с двумя детьми. То есть, вы понимаете, нужно накормить. Дети должны подышать воздухом. А я этого дать им не могу, поскольку я в полдевятого сажусь за компьютер и в шесть стою. Поэтому очень хорошо, что все-таки послабили карантин и открыли садик. И это замечательно. Изменился в саду и досуг. Теперь приоритет открытому пространству. Занятий в группах нет. Оставшиеся физкультуру и музыку проводят на улице. Рисование там же. Даже мелки после него выбрасывают. Пока группы смешанные, отделить их по возрасту не получается. Сейчас в ясельной группе тихо и все находится на своих местах. Но не потому, что дети кушают или играют на улице. А потому, что в карантине хоть и наметились некоторые послабления, но не настолько, чтобы одесские и детские сады были заполнены вновь. Действует главное ограничение. Десять детей в одной группе. К примеру, в этом детском саду их пока открылось только две. А вот в яслях игрушки продолжают ждать. Когда же к ним вернутся их маленькие верные друзья? Конечно же, карантин заметно прибавил обязанности работникам сада. Все носят маски, каждый день проходят медконтроль. Детям температуру измеряют каждые четыре часа. Постоянная дезинфекция контактных поверхностей. Всем необходимостям жены, говорят в саду. Если же у ребенка обнаружены тревожные симптомы, его поместят в изолятор. Есть у нас температура, он приходит ложиться. Мы наблюдаем за ребенком. Как бы опять же меряем температуру, смотрим состояние. И я жду родителей. Жду родителей, пока они не приезжают. Мы дальше что-то не... Если они говорят со слов, что можно с ребенком вызвать скорую или все, мы как бы обговариваем это. Что в изоляторе самое главное, это бактериоцинные лампы, которые... Вот у нас есть график кварцувания, о том, сколько, через сколько мы обрабатываем, какое время включаем. Благо, пока это помещение пустует. Тем временем в саду все уже привыкли к ограничениям. Взрослые их выполняют, дети думают, что играют. Когда же в сады вернется обычный режим работы и прежнее количество детей, будут решать столичные взрослые. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».